Академик Наталья Бехтерева старости не существует Выдающийся нейрофизиолог Наталья Бехтерева, внучка легендарного ученого Владимира Бехтерева, всю свою жизнь посвятила изучению тайн головного мозга. Она считала его живым существом, живущим в нашем теле. Незадолго до ухода в лучший мир она написала научную работу «Умные живут долго». Ей всегда хотелось заглянуть за грань, побывать там, где никто еще не был. Хотелось понять, что делает человека человеком. И кажется, ей это удалось. Подробности далее в ее цитатах. Фактором, наиболее часто и существенно влияющим на состояние мозга здорового человека, являются эмоции. Воспитанный баланс эмоций, разумная гордость и стойкость – важнейшие условия для полной реализации таланта. Если бы были здоровы и, скажем так, оказывались бы менее часто подавлены или перевозбуждены проблемами, творческий потенциал человечества значительно увеличился бы, особенно сейчас, в фазу растущего информационного потока. Говорят, Юлий Цезарь мог одновременно заниматься несколькими делами. Когда хотят впечатляюще оценить интеллект человека, нередко вспоминают эту историческую легенду. Почему-то я в такой вариант в прямом его смысле не поверила. И показалось мне, что здесь используется как бы обходной вариант. Идет быстрое переключение с одной деятельности на другую, при минимальных потерях информации и с удержанием в памяти ведущей линии во всех трех ситуациях. И, как я думаю сейчас, не очень захватывающих, но очень эмоционально значимых. Если хотя бы одно из дел окажется доминирующим, и его пользу сломается вся система. Я часто думаю о мозге так, будто он отдельный организм, как бы существо в существе. Мозг охраняет сам себя от того, чтобы шквал негативных эмоций не захватил его целиком. Когда я поняла это, то испытала такое чувство, будто нашла жемчужину. Еще одна тайна мозга – сны. Наибольшей загадкой, мне кажется, сам факт того, что мы спим. Мог бы наш мозг устроиться так, чтобы не спать? Думаю, да. Например, у дельфинов спят по очереди левое и правое полушария. Чем можно объяснить сны с продолжением и тому подобные странности? Допустим, вам не в первый раз снится какое-то очень хорошее, но незнакомое место. Например, город. Скорее всего, сказочные города снов формируются в мозге под влиянием книг, становятся как бы постоянным местом мечты. Нас тянет к чему-то еще неиспытанному, но очень хорошему. Или вещи и сны. Это получение информации извне, предвидение будущего или случайное совпадение. Я сама за две недели до события со всеми подробностями увидела во сне смерть моей матери. Оказывается, когда кто-то говорит, после всего пережитого я стал совсем другим, он совершенно прав. Перестроилась вся работа его мозга, даже некоторые центры переместились. Мы видим, как люди мыслят, как вспыхивают огоньками отдельные активные клеточки, но еще не расшифровали код мышления и не состояние по картинке на экране прочитать, о чем вы думаете. Может быть, никогда и не расшифруем. Я допускаю, что мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства многое. Мы видим многое, что не в состоянии объяснить. Я встречалась с Вангой, она читала прошлое и видела будущее. По данным Болгарской академии наук, число ее сбывшихся предвидений 80%. Как у нее это получалось? Принято говорить, что у нас задействовано только 5-7% мозговых клеток. Лично я на основе своих исследований склонна полагать, что у творчески мыслящего умного человека работают почти все 100%, но не разом, а как огоньки елочной гирлянды, по очереди, группами, узорами ли. Без сверхзадачи человеческое существование лишено смысла. Животные рождаются, дают жизнь новым поколениям, потом функция размножения угасает и наступает смерть. А мы, мы не умираем, пока у нас есть цель дождаться внуков и правнуков, взглянуть в зазеркалье. Старости не существует и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите. Годы уносят все внешнее. И с возрастом душа человеческая постепенно освобождается от покровов и предстает в своем первозданном виде. Уже нет нужды нравиться, играть в какие-то игры. Можно быть самой собой, говорить, что думаешь и как чувствуешь. Наконец понимаешь, что счастье – это то, чем можно прямо сегодня и сейчас поделиться с другими. Нечто крошечное, хрупкое и ужасно важное. Субтитры создавал DimaTorzok